Добрый день, уважаемые участники площадки 12 часов 00 минут, 21 февраля 2021 года. Я, Богданов Виктор Владимирович, приступаю к изложению очередного материала, материала, на котором мы с вами научимся составлять протокол исследования и оценки письменных доказательств. Сегодня урок будет посвящен вопросу, который поставили на последнем занятии участники площадки. Они поставили вопрос о том, что же такое допустимое доказательство. И я думаю, что этот вопрос нам с вами следует очень внимательно рассмотреть в настоящем занятии. Насколько я понимаю, для большинства участников площадки разрешение этого вопроса является определенной сложностью. Так вот, я сегодня вам на конкретных примерах покажу, что такое допустимые доказательства, а что такое недопустимые доказательства, а также покажу, каким образом мы можем выявлять, какие доказательства являются допустимыми, а какие доказательства допустимыми не являются. Итак, приступаем к исследованию вопроса о том, что же такое допустимые доказательства. Вот я сегодня утречком посидел, позанимался немножко, вспомнил кое-какие нормы конституции, процессуального права, уголовного процессуального кодекса, гражданского процессуального кодекса, административного процессуального кодекса. И это все, они все построены по одним и тем же правилам, по одним и тем же лекалам. Ну, давайте мы начнем со статьи 50 Конституции Российской Федерации. Пункт 2 указанной нормы, вот я вам его показываю. Пункт 2 указанной нормы содержит правило, согласно которому при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Когда мы прочитали указанную норму, мы сразу можем сделать вывод, что любые доказательства, полученные с нарушением закона, и являются недопустимыми любые доказательства, полученные с нарушением закона. Теперь мы с вами перейдем к вопросу, а что же, собственно говоря, законодатель понимает под выражением «полученные с нарушением закона». Давайте я вот открываю вам, сегодня я делал выборку, из того, что каждый сам потом возьмет. Я сегодня взял выборку из постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года о некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия. И вот здесь достаточно ясно указывается, что доказательства, смотрите, что, должны, то есть скобочках, обязаны признаваться полученными с нарушениями закона, если при их собирании и закреплении при собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установлены уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, ну, я добавлю, а также и гражданским процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления нарушены. Тоже такие доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона. Кроме того, Верховный суд указывает, если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом, обращаю мне ваше внимание, а это по вопросам ЖКХ, в то же и рядом собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом. И здесь тоже вопросики у нас всегда возникают. Какой орган является надлежащим? Какой орган вправе собирать и закреплять доказательства? А какой орган не вправе собирать и закреплять доказательства? Либо в результате действий, не предусмотрен, смотрите, процессуальными нормами, а это тоже вопрос. Орган-то вот он есть. Орган это не то, что тут некоторые думают. Мы отдельно будем разбираться, что является органом и насколько это орган уполномочен совершать те или иные действия. Так вот, при любом нарушении, которое я сегодня вам перечислил, доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона. Еще следует, что при оформлении нами с вами, вот мы берем, исследуем доказательства, которые представлены суд лицами, участвующими в деле, по правилам, установленным нормами процессуального права, с опорой на нормы материального права. И когда мы это все соединяем, мы получаем требования к оформлению того или иного письменного доказательства. И любые нарушения норм гражданского законодательства, процессуального законодательства, административного, уголовного, тем более, мы должны вот эти нарушения выявлять, указывать в нашем с вами протоколе исследования и оценки письменных доказательств и направлять эти документы в суд, в котором мы с вами принимаем участие. Я обратился к статье 86 Уголовно-процессуального кодекса для того, чтобы определить, да кто же вправе собирать и представлять письменные документы и предметы. пункт 1 статист 86 говорит о том, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим кодексом. Понятно, это речь идет об представителях органов государственной власти наделенных правилом, наделенных полномочиями осуществлять уголовное судопроизводство. Пункт 2. Указывать на тех лиц, которые также вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их как к уголовному делу в качестве доказательств, так и гражданскому, так и административному. И я перечислю подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, обращаю внимание, гражданский истец, гражданский ответчик, то есть любое лицо, любой гражданин вправе собирать и представлять письменные документы и предметы. Отдельно в пункте 3 перечислены права защитника, но права защитника не ограничивают права лиц, указанных в пункте 1 и пункте 2. Далее мы с вами определили, что любые действия, совершенные в обход закона, указывают на то, что доказательства получены с нарушением закона. Мы можем сделать вывод о том, что перед нами недопустимое доказательство. Ну, давайте мы с вами разберем простейший пример, с которым сталкивается каждый из участников вене сталкивался, ну и сталкивается в поседневной жизни при разбирательстве по вопросам как ЖКХ, вопросам взыскания задолженности по кредитам. Итак, давайте мы посмотрим, что говорят нормы процессуального права. Нормы процессуального права предписывают ИСЦУ оформить исковое заявление с соблюдением правил, установленных статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Любое несоблюдение ИСОН требований, установленных статьей 131-132 ГБК РФ свидетельствует о том, что исковое заявление как заказательство в гражданском споре получено с нарушением нормы процессуального права и подлежит признанию его не имеющим юридической силы, более того, подлежит признанию невозможности его положить в основу решения суда. Смотрите, ИСКЕС, ну там управляющая компания подает в отношении вас исковое заявление. На ИСЦА возложена обязанность подать исковое заявление с соблюдением требований статей 131-132 ГБК РФ. Мы с вами знаем, что если на ИСЦА возложена такая обязанность, то мы, как вторая сторона, как ответчики, мы вправе получить этот документ, оформленный в соответствии с требованиями закона. Вправе, из чего следует, мы возвращаемся к разъяснениям Верховного Суда, доказательства, полученные с нарушением гражданских прав и свобод гражданина, следует признать доказательством недопустимым. Поэтому, когда мы с вами будем создавать наш с вами протокол исследования и оценки письменных доказательств, мы уже на стадии принятия, вот смотрите, на стадии, как со стадии принятия искового заявления, к вам начинают поступать документы, а помните, я говорил всем, берете и фиксируете, вот от корки до корки вы фотографируете материалы и дело, так вот, вы уже с момента, как только сфотографировали, вы приступаете к чему? Первое ваше действие оформление протокола исследования и оценки и оценки тех доказательств, которые вам направлены истом. Если вы эту стадию судебного разбирательства, судебного процесса, подготовки дела к судебному разбирательству не исполняете, вы таким образом даете сигнал, что ваши права и свободы можно нарушать любому лицу, в том числе и суду. Итак, мы нас с вами вызывают судебный процесс в качестве ответчиков по гражданскому делу. Кроме того, что должно быть исковое заявление должно быть оформлено и подано в статистические требования статей 131-132 ГПК РФ, нам это исковое заявление и привозенные к нему документы должны быть направлены истом. Должны быть направлены истом в полном объеме. А если сплошь и рядом так происходит, да, истец что делает? Он направляет в суд документы, ну, к примеру, каждый может свою практику взять и суверялся 100% суверен, что вам представитель юридического лица не направлял доверенность на представление интереса. Вот это 100% если исковое заявление еще каким-то образом направляется, но доверенность на представление интересов вам не направляется. А извините, вот эта доверенность вам не направлена, значит, вы вправе отразить этот факт в протоколе исследования и оценки письменных доказательств установить факт того, что вам не направили этот документ, отразить факт того, что не направление вам таких документов указывает на совершение и сон действий в обход закона с противоправной целью лишить вас возможности свободно ознакомиться с доверенностью, представителя управляющей организации юридического лица и дальше сделать вывод, что в данном случае с учетом правовой позиции изложенной пленумом Верховного Суда Российской Федерации реквизиты у вас перед глазами, суд обязан признать такие действия и такие документы недопустимыми доказательствами и исключить их при рассмотрении, при разрешении настоящего гражданского спора, признать эти доказательства недопустимыми. И вот посмотрите, как у нас все отлично складывается. Как у нас все отлично складывается, только единственное, что отлично это складывается, то у нашей реакции на это нет. Нашей с вами реакции гражданина на противоправные действия управляющих организаций почему-то нет. Я понимаю, почему нет. Потому что у нас, извините, в органах судебной власти не находятся те лица, которые обязаны давать разъяснения всем гражданам страны, что вот так-то правильно надо действовать. У нас в судах-то тоже сидят еще те деятели. Они пришли туда во власть с заднего входа. И вместо того, чтобы действовать открыто, ясно и понятно ведут с нами игру в наперстки. Пытаются с нами играть по их правилам, по правилам мошенников в мантии. Но мы-то с вами нормальные граждане страны, мы полноправные участники гражданских правоотношений. Более того, на нас с вами лежит обязанность наводить порядок в любом органе государственной власти, которому мы, который мы, вот этот орган, кто наделяет полномочиями? Да мы с вами наделяем их полномочиями. Кто вправе их контролировать? Да мы с вами работу этих органов и вправе их контролировать. Мы вправе им показывать. Мы вправе в федеральный закон 59 почитайте. Мы вправе указывать им, что нужно сделать для улучшения работы того или иного органа власти, в который мы обращаемся. Но мы почему-то не делаем это. Я предполагаю, почему мы не делаем. Почему мы не делаем это? Потому что у нас в нашем с вами распоряжении нет разработанных процессуальных документов, которые позволят любому использовать эти документы как шаблон. как шаблон своей деятельности. И вот сегодня уже второй урок мы плавненько подходим к тому, как готовить эти процессуальные документы грамотно, правильно, отвечая за каждое слово в этом документе. Надеюсь, я понятно объясняю. еще один пример приведу. Не буду открывать вам решение судьи, любого судьи. Решение поднимайте любого. Возьмите у себя, каждый из вас участвовал в судебных разбирательствах, поднимайте решение определения постановления. Возьмите, поднимите эти документы и найдите в этом документе фамилию, имя и отчество в полном объеме судьи, мирового судьи, секретаря судебного заседания, помощника судьи. Смотрите, ни в одном процессуальном документе нет этих сведений. Нет статья 19 гражданского кодекса четко указывает, что при осуществлении прав и обязанностей гражданин обязан действовать под своим собственным именем, включающим фамилию, собственно имя, а также отчество, ну, есть, у которых нет отчества каких-то там, при форме народности, не принято отчество присваивать, если оно имеется в наличии, но в любом случае, должны быть в процессуальном документе, должны быть указаны полная фамилия, имя и отчество. суда. Так вот, уважаемые участники площадки, мы получаем с вами определение, любое, в том числе определение о принятии искового заявления к производству суда. Самое первое определение, которое обязан вынести суд, судья. Что должно быть указано? Фамилия, имя, отчество судьи, которое вынесло это определение. Нет фамилии, имя, отчество. Все. Данный документ получен с нарушением требований, установленных в статье 19 гражданского кодекса Российской Федерации. Его следует точно так же признать недопустимым доказательством. И если судья вышестоящий действует независимо, объективно, без пристрастно, он обязан вот это определение уже признать недопустимым доказательством. К чему я это говорю? А я это вам говорю к тому, что когда вы идете пишете апелляционную жалобу, вы уже здесь указываете, вынесено вот такое определение, и это определение получено с нарушением статьи 19 Гражданского кодекса, а именно судья не указал свое имя и отчество, фамилию указал инициалы. Мы можем говорить о том, что судья открыл от нас эту информацию, чем нарушил наше право, а мы вправе из судебного акта узнать имя и отчество того судьи, который обеспечивал защиту наших прав в судебном процессе. Статья 18 Конституции права нашей и свободы кем обеспечивается правосудием и что мы с вами видим то лицо, которое обязано обеспечивать наши права и свободы, оно гадит нам. Мы молчим. Молчим почему? Потому что не доходит до нас, что нужно на эти вещи реагировать. Еще огромное, вот сейчас вам еще один факт приведу, каким образом подписывают процессуальные документы вот это вся и видите, у меня другой оценки нет, как шушера в мантиях. Вы посмотрите, какое презрение они к русскому языку испытывают, к нашему с вами национальному языку, языку наших предков. Они туда пришли для чего? Для того, чтобы нам демонстрировать свое презрение к русскому языку. Напоминаю статья 19, при осуществлении прав и обязанности по своим именем должно производиться, осуществляться. Где? Тогда должна быть подпись фамилия, имя и отчество, собственноручно написанное судьей. Единственное допущение, которое содержится во всех без исключения словарях, так называемые национальные обычаи, во всех без исключения словарях русского языка, вы каждый можете взять и проверить меня, правильно я так говорю или нет. Так вот, в том числе и в юридическом словаре достаточно точно указано, что подпись это собственноручно написанная фамилия. Таким образом, наши предки позаботились о том, что да, в принципе, у каждого фамилия, имя, отчество это длинно допустимо написать фамилию и этого будет достаточно для того, чтобы документ признать полученным с соблюдением требований закона. А у нас они что творят? Вот это колхозное братье в каком колхозе они захудалом дворе, они купили свои дипломы и ходят щеки надувают. Не забываем, уважаемые участники площадки о том, что по каждому противоправному действию судьи, по каждому мы в праве требовать подавать возражения относительно каждого из действий противоправных судьи, возражения относительно действия председательствующего и заявлять ему отвод. Вот у нас если не ошибаюсь 18 числа один из участников ходил в суд и обязательно выложу аудиозапись послушайте внимательно как грамотно себя человек ведет в суде. Не чесюкается, не орет, не следует, слюнями не брызжет, а просто строго разговаривает и с судьей, и секретарем судебного заседания с уважением но строго. Я обязательно выложу эту запись, просто хотел бы выложить не только запись, но и протокол фиксации хода судебного разбирательства, чтобы каждый мог проверить и аудиозапись, и прочитать ее, и прослушать, и прочитать протокол. Обязательно выложу сейчас готовить этот протокол. Внимательно предлагают ознакомиться. Почему? Потому что участник нашего общественного движения добился от судьи признания того, что любое нарушение норм процессуального права является основанием для заявления отвода. Любое нарушение норм процессуального права. И это правильно. Урок у нас сегодня допустимость доказательств. Мы приступили к изучению, исследованию этого материала со статьи 50 Конституции. Не допускается доказательства, полученные с нарушением закона. Смотрите, мы приходим в судебный процент, судья нарушает наши с вами права и свободы. Он нарушает наши права и свободы. Раз он нарушает наши права и свободы, мы обязаны, подавая апелляцию, обжалуя его действия, указывать на то, что доказательства вот этим судом, вот этим судьей получены с нарушением закона. И эти доказательства, доказательства закреплены в наших процессуальных документах, в его процессуальных документах. мы обязаны об этом говорить. Напоминаю, любые действия в отход закона, любые действия, которые нарушают наши с вами процессуальные права и свободы, следует признавать доказательствами, полученными с нарушением закона. Пример приведу. мы с вами в ходе судебного разбирательства подаем ходатайство или заявление, связанное с разбирательством вот этого гражданского дела. Статья 166 гражданского процессуального хоббиса. Ну, во-первых, если это основанием для отказа рассматривать наши заявления и ходатайство, у судей является неотносимость к настоящему гражданскому спору заявленного ходатайства поданного заявления. Единственный отказ мотивированный. Все остальное должно быть рассмотрено. Более того, не только рассмотрено, но и должно быть вынесено определение, пусть оно будет в протокольной форме, но оно должно быть вынесено в порядке установленном с пунктами с 4 по 6 части 1 статьи 225 ГПК РФ. не просто судья отказан отказать, или как они сплошь рядом делают, вы там все там кучка это все оглашаете ваше ходатайство, а я потом ему просто-напросто отказать. Нет. Такие действия указывают на совершение судьей дисциплинарного проступка. У нас будет отдельный урок по дисциплинарным проступкам судей. Мы с вами будем эти вопросы тоже подробно разбирать, но давайте мы вернемся к этому, к допустимости и недопустимости доказательств. Если судья не разрешил ваш вопрос связанный с разбирательством делов в судебном процессе путем вынесения определения, в котором указал вопрос, который вы поставили перед судом и по которому суд обязан вынести определение. Второе. Мотивировать он должен свои выводы и указать ссылку на законы. Они сплошь и рядом не мотивируют и не указывают ссылку на законы. А что значит мотивировать? А мотивировать значит с опорой на имеющиеся документы, на которые ссылается лицо участвующее в деле, подающее ходатайство или заявление. Должны следовать. Ведь на судью возложено обязанное исследовать и дать оценку как действиям любого из лиц участвующих в деле. А у нас схоже рядом судьи почему-то возомнили, что они могут подменять собой одну из сторон процесса. А с чего вы взяли, чтобы вправиться подменять одну из сторон процесса? Особенно по искам о взыскании задолженности вы почему на себя взяли функцию подменять одну из сторон процесса? Ну давайте это тоже вопрос с позиции о допустимости доказательств. Судья задает вам вопрос у вас тепло есть? У вас вода есть? Вы услуги получаете? Вам задают вопрос а где у него право это такое? у него единственное право посмотрите внимательно давайте чтобы если он задает вопрос а он почему подменяется с собой судья подменяет с собой коммерческую организацию а где у него полномочия почему он нас не подменяет в этом споре почему он нас не подменяет как слабую сторону потому что мы извините мы не юридическое лицо мы потребители мы слабая сторона почему то судья возгонил что в спорах вот с этой погонью которая скопилась у нас сейчас ресурсоснабжающих организаций вот в этой погонью которая сейчас банка там у нас орудует вот эти банды а мы почему-то здесь слабое звено и мы 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 еще должны перед этой сей шушерой оправдываться расшарчиваться а они будут своими полупопиями тут двигать потными так вот когда судья задает вам вопрос вы вправе говорить я не понимаю вашего вопроса и вы правы когда вы будете говорить я не понимаю вашего вопроса не надо говорить я там беру там пользуюсь не свидетельствую против себя чушь собачья я не понимаю вашего вопроса вы вправе не понимать этого вопроса я вам поясню почему вы вправе не понимать этого вопроса еще раз у нас сегодня урок допустимость допустимо действий ведь действия должны быть допустимы только тогда доказательства можно будет признать допустимыми у судей какое право поставить вопрос поставить вопрос на обсуждение сторон часть 2 статьи 56 вынести на обсуждение сторон вопрос о котором следует вынести ему определение предоставить возможность одной стороне дать объяснение раскрыть доказательства которое подтверждают эти объяснения задать вопрос а чем подтверждается вот это ваше обстоятельство а чем подтверждается вот это ваше обстоятельство не Не вникая во все эти вопросы, чем подтверждается, ведь прежде чем задать вопрос, вы получали, зададим себе вопрос, в какой-то статье вдруг судья стал задавать вопрос, а вы получаете коммунальные услуги, так он явно вам показывает, что он присоединился к ИСУ, да, и вы сейчас соревнуетесь. Ваша состязательность заключается в чем? Судья оценивает доводы и доказательства одной стороны, возражения и доказательства другой стороны. Вот его задача. А где у него задача вместо одного поговорить, вместо другого поговорить? Все ведь в нормах процессуального права написано, последовательность прописана, допустимость действий судьи написана. Берем исковое заявление, оглашаем. В исковом заявлении отсутствует сведения о доказательствах, подтверждающих те или иные обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своих требований. Что обязан был делать судья? Он обязан был в первую очередь отказать, оставить заявление без движения, как минимум. Это его обязанность оставить до устранения недоставков. Нет, он его принимает. Таким образом, он опять демонстрирует, что их заинтересованы. Совершил недопустимые действия. Он признал заявление по форме и содержанию соответствующей требовании статьи 131-132. Вы поднимите у себя определение о принятии заявления к производству суда. Поднимите. И вы увидите, они сплошь и рядом. Вот это делают. Но при этом, они не представляют протокол, в котором указано, что, извините, вот это действие, исследование искового заявления на 133-132, вот этих статей, совершило незапустимое изначально доказательство. А это сидит чудо перед вами, еще щеки надувает. С первого документа он вам демонстрирует действия, недопустимые действия. Любые недопустимые действия ведут к принятию недопустимого решения, неправильного. Любое действие недопустимое вызывает у нас необходимость заявить о недопустимости в результате полученного этого доказательства. Мы обязаны об этом говорить. Вот что значит допустимость. Вот что значит допустимость. Если мы это с вами хорошо понимаем, ну по крайней мере сегодня я урок вам даю для того, чтобы вы хоть немного научились понимать судебный процесс, вы измените свое отношение к тому, что вы делаете. Ваши действия также должны быть допустимы с опорой на нормы поцессуального и материального права. Вот мне задают вопрос, Виктор Владимирович, а у меня вот там подпись была, скажем так, ну как закорючка такая, я говорю, страшного ничего нет. Вы узнали, как норма права действует. И с этого момента вы стали подчиняться норме права. Вы изменили свое отношение к закону. Вы вправе это сделать? Вы вправе признать свою ошибку и устранить ее? И наша с вами задача не только устранять свои ошибки, но и устранять ошибки судеб. А то мне тут спрос рядом. Виктор Владимирович, вы мне тут расскажите, как сделать так, чтобы вот меня никто не трогал? Иди на сайты на другие. Там дураков много, которые тебе расскажут, сказку тебе расскажут. Как сделать так, чтобы была, знаешь, есть такая кнопка, пипата называется. Ты ее нажал и всем сразу кругом пипата. Слово все ходят и радостно друг на друга смотрят. Большая такая, крупная кнопище. Нет. Мы вспомним старую русскую поговорку. Без труда не вынеешь и рыбку из труда. Представьте, у всех будет эта кнопка пипата. И все будут пользоваться этой кнопкой. И все будут пипата. А вы что лучше таблетку пусть заглотят с названием пипата. Вот такой у нас сегодня с вами урок. Вот такое у нас с вами занятие. Я думаю, что тот материал, который я изложил, уже достаточно определенно у вас сложил мнение о том, что такое допустимость доказательства. Что такое допустимость действий лиц, участвующих в судебных разбирательствах. Продолжение следует...